Добрый день, зрители и подписчики! Сегодня мой ролик-обзор, повторный ролик-обзор на вторые мои джинсы от компании Breastar Selvage, которые я приобретал в конце 2018 года по предзаказу и приехали они ко мне в начале 2019 года. Доставка была порядка 10 дней, я очень удивился, потому что первые джинсы шли около 40 дней, даже чуть больше, и эти же прилетели просто очень быстро. Чем же интересны эти джинсы? Сейчас я вам расскажу по ходу дела и почему решил их вообще заказать. Как-то наткнулся на обзор одного из denim head, и он рассказал вот об этом denim. Это denim у нас от компании Con Mills White Oak, которая была закрыта, фабрика, которая производила самый лучший, наверное, американский деним для джинсов. И сейчас многие компании крафтовые, кто отшивает джинсы, джинсовки, там джинсовую одежду, до сих пор используют, покупают там, где-то находят и отшивают. И, в принципе, это сейчас, можно сказать, раритетные вещи, потому что этот denim уже практически его нет. И у компании частенько производился деним, и который сейчас можно иногда вот купить, найти в небольших количествах. И что еще хорошо, то что компания Braystar Sellage выпускает джинсы малыми партиями, и это, понимаете, не как у всех, и не как у инкубатора у тебя будет. Поэтому редкие вещи. Вот что самое интересное. Как мы с вами здесь видим, вот здесь такой вот у нас картонный патч, на котором мы видим логотип компании Braystar Sellage, El Segundo California, продажи и сервисы, голова Бизона. С другой же стороны, как мы с вами видим, здесь опять благодарственная напись, спасибо, Владимир, сделано в США, stay roll. Так, если убрать. Эти джинсы я же носил намного чаще, но не так часто, как те же японские джинсы. Они тоже под своеобразное настроение, и, на мой взгляд, будут кому-то интересны. Интересны этот деним тем, что он плотностью у нас не прошел финишную обработку, то есть не был обожжен и не был накрахмален. То есть, изначально он у нас мягкий. И, что самое интересное, он у нас мохнатый. Вот что прикольно-то. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот на нем присутствует такой пушок. Для меня это было прикольно такое вот видеть. Не всегда такое встретишь, надеюсь, вы это видите, вот этот пушок. И вот он по всем у нас штанам присутствует. Выглядит это очень классно. Как многие говорят, что он со временем и затрется, но я говорю, хоть я его сколько носил, пока он у меня еще не вытерся, но я еще их не стирал. Потому что носил их мало, и если штаны чистые, зачем их стирать лишний раз? Тем более, в инструкции по уходу сказано, что лучше стирать, когда они грязные, через полгода. Итак, что же мы с вами здесь видим? Это у нас, как обычно, классические пятикарманники, но посадка по фигуре здесь slim straight. То есть, штанины прямые, но в бедрах и в поясе они у нас заужены. Но штанины полностью прямые. Эта посадка больше походит, наверное, на 36 МВЗ от Ренглера. Кстати, 36 модель, самая моя любимая у компании Ренглер. Вот, наверное, поэтому я и выбрал такую посадку по фигуре. Кстати, и цена тогда на тот момент была у этих джинсов очень хорошая. И, в принципе, вот поэтому я и взял. И то, что вот они мне понравились, что они сразу мягкие. Одеваешь и носишь, никакого дискомфорта нет. Кстати, кто впервые покупает, например, Denim, Selvage Denim, и до этого носили только мягкие штаны, или тот же Stretch, это вот самый лучший вариант. У вас не будет никакого дискомфорта, и вы попробуете нормально, и вам жать ничего не будет. Главное выбрать свой размер. Еще раз повторюсь и скажу то, что размеры Brave Star Selvage соответствуют размерам Levi's. А кто не знает, если вы носите, например, Ренглеры, то надо брать на размер больше. Вот. Если вы носите, например, 34 размер, то вам надо брать вот этот 35 размер. Вот так вот. Что же мы здесь с вами видим? Пятиугольные классические карманы. Никаких заклепок, ни скрытых, ни открытых на задних карманах нет. Но присутствуют закреп швы. Это очень хорошо. Используется только одна нить для пошива джинсов, оранжевая. Компания Brave Star Selvage не использует две нити для пошива одних джинсов, как на те же японцы, например. Вышитый на правом кармане с правой стороны значок компании. Это у нас звезда. Если у вас такой звезды не будет, сможете смело писать Мику Серафонтейну. Но нужна будет фотография, чтобы показать этот косяк. Так как бывает, один раз уже с таким столкнулись. Мик Серафонтейн идет на контакте и спокойно загладит свою вину. Или делает скидку вам на следующую покупку. Или вам будет вышита вот эта звезда, если вы отошлете к нему джинсы. Так. У нас здесь пятишлевочный пояс. То есть, пять шлевок под ремень. Под классический ремень шириной 5 сантиметров. Здесь, кстати, шлевки немного уже, чуть-чуть, знаете, уже, чем на тех же джинсах True Straight'ах из японского Savage Denim. Там как-то вот они чуть-чуть, мне кажется, шире. Хотя, возможно, они такой же, точно же ширины. Также пришиты они у нас, как вы видите, вот в трех местах. В местах напряжения прошиты, закреп швами. И кожаный патч, также у нас из коровьей кожи. Растительного дубления светлого цвета с тиснением, который производится по заказу компании Bray Star Seltch. Одной из компаний в Лос-Анджелесе. Итак, что же у нас здесь есть еще? В кармашке, в этом пятиугольном, у нас, кроме этого, находится, как и у тех джинсов 17 юнций на ярд, вот такой же картонный флэшер, можно сказать, или картонный ярлычок, на котором у нас говорится, что это Slim Straight, 14 юнций на ярд, Denim Unfinished и Con Mills White Oak Seltch Denim, то есть производитель денима. С другой стороны, Bray Star Seltch, Sales and Service, Гельсигунда, Калифорния. Вот такие ярлычки бывают со всеми джинсами от компании Bray Star Seltch. И также они бывают и с рубашками из Denim, ну, в принципе, со всей продукцией, можно так сказать. Вот так. Кстати, вставлю сюда фотографии, как эти джинсы смотрелись на мне в то время, как я их только получил. Как это выглядело. И потом вставлю фотографии, как эти джинсы сейчас сидят на мне, как они выглядят, когда вот уже сидят по фигуре и после того, как я изменился за полтора года. Вот. Вот. И так же вставлю фотографии, как вот раздражаю. Различные кожаные ремни выглядят на этих джинсах. Что вы могли заценить? Девушки отдыхают. если кто-то захочет заказать кожаный ремень то пишите мне на почту без проблем сделаю вам ремень и так переходим на другую сторону и что же мы с вами снаружи видим а снаружи они выглядит у нас вот так как вы видите заклепки на карманах только на с передней стороны заклепки у нас сделаны по заказу компании брейстар сэлыч в кентукки вот такая состаренная латунь пробитые с мясом кромка сэлыча на пистончики часовом кармане или кармане для мелочек карман вот глубокие достаточно как видите он тоже пятиугольный прошита вот так на гульфике вот есть такая прошивка закреп швом как вы видите пуговица болт с таким веночком это у нас классическая пуговица болт кстати ее можно купить и белую и любого цвета и черную но вот эти именно пуговицы болт производится в кентукки по заказу брейстар сэлыч в принципе как вся фурнитура производится в кентукки для компании брейстар сэлыч поэтому все в основном произведено кроме самого денима в сша и также джинсы пошиты в сша вот никакого принципе брендирования тут нет так смотрим внутри к пояс у нас напротив средней шлевки пришит вот такое такая нашивочка которая сообщает нам что это брейстар сэлыч хэнд крафт и тручная работа лос-анджелесе также вот так наши ты с указанием размера вот так кстати по этим вот не про прятком надо ними можно сказать что деним производился на старых станках так как компания коннилс white oak очень старая компания и станки там были достаточно старые и очень много повидали много производили конечно бытует такое мнение не знаю кто такие слухи распространял якобы японцы закупали эти станки у американцев а потом сами ткали на них и произвели день ими все такое это все полная чушь так как японцы используют при производстве денима станки toyota кто не знает кстати многие американские компании тоже свое время закупали за эти станки toyota в японии и сейчас закупает эти станки toyota так как американское производство уже не производит ткацкие станки в америке вот так вот сейчас мы выберем у сами эти джинсы и посмотрим что внутри и так вывернули маша джинсы и что же мы с внутри видим и так мешковина карманов сделана из белого хлопкового материала точно такой же материал вы можете конечно же видео те же рэнглеров или те же растлеров он обычный хлопковый материал достаточно пломбый и нормальный сразу у вас конечно не провелся и это я считаю очень классическим вариантом так здесь мы видим кромку сэлоджи на ширинке у нас в которой у нас потяна красная нить-индификатор так с одной стороны на кармане с наружной стороны видите прошиты вот такая нашивочка на которой у нас ярлычок на который указано что это продукция brave star силы slim straight стопроцентный хлопок для лучших результатов стирать через шесть месяцев в холодной воде и сушить american made произведено сша так к поясу как мы видим вот наши тут такой ярлычок тоже с указанием что это у нас при мэйтин юэсэй с американский флагом 2019 года этот уже ярлычок заменен на новый на новый таб который я вам покажу вставлю фотографию чтобы вы могли видеть и и если вот увидите с таким табом то знаете что это продукция была произведена до 2019 года 2019 года так уже другой так вот и так ткань как вы видите ткань у нас вот такая и можете сразу видеть вот эти не при прятки все ткань мягкая в отличие от того же японского денима что я вам показывал потому что нас не финиширована то есть не обожжена и не накрахмалена и поэтому она мягкая хотя также фейдит и все такое выглядит это все так очень приятная к телу вот наша кромка селл с наружной стороны которая идет также вот как видите подогнутая тоже много американцы все-таки у них своя школа папа по пошиву они отличаются и выглядит на мой взгляд тоже очень интересно как вы видите вот здесь у нас сделано подшитое по низу штанин цепным стежком если вам будет нужно то джинсы вам подвернут и подошли цепным стежком на фабрике brave star селлэдж на производстве brave star селлэдж только это будет стоить деньги также как например если вы покупаете в дониме можно заказать чтобы вам джинсы подрезали и подшили под ваш рост но тоже это стоит денег если например у американцев в рейс-тар селлэдж они используют только санфоризированный деним и он практически не садится тот с японцами как-то надо быть поосторожней потому что они продают много не предусаженного денима не санфоризированного денима вот с американцами я бы мог бы еще такое заказать но у донимео я бы такое заказывать не стал прежде чем не усадить джинсы по нужному вам размеру вот такие джинсы от компании brave star селлэдж посадка по фигуре slim straight плотненность денима 14 функций на ярд и деним у нас он финиш и деним от кон милс white oak ну в принципе все кому понравилось видео ставим лайки и подписываемся на мой канал ну все всем пока счастливо